Тип-11 образца 22-го года был стандартным легким пулеметом. Те, кто имел с ним дело, утверждали, что это было точное и грозное оружие, не имевшее аналогов. Этот уникальный пулемет обслуживался расчетом из двух человек. Один вел огонь, второй заряжал пулемет. Это была превосходная по замыслу конструкция. Однако на практике она не получила адекватного воплощения. Теоретически то, что японцы хотели иметь боеприпасы, подходившие к разным видам оружия, было неплохо. Однако они понимали, что надежность оружия в таких случаях серьезно снижается. Это было принято во внимание, и новые пулеметы, созданные японскими оружейниками ближе к концу войны, отличались большей надежностью. Солдаты брали в бой дополнительные бункеры-приемники, которыми заменяли те, которые заедало, или в которые попадала грязь. Сборка этого пулемета была трудным делом. Он состоял из более 30 составных частей, которые следовало собирать единственно правильным образом. Тип-11 часто оказывался ненадежным в тех условиях, в которых воевала японская армия. Легкий пулемет тип-11 имел более совершенную конструкцию. Он имел два ствола и действовал по принципу отвода пороховых газов. Также он имел охлаждающие кольца. Если один ствол перегревался, его заменяли другим. Тип-99 имел счетчик патронов на 30-ти зарядном магазине. Однако в полубое у солдат вряд ли было время смотреть на него. Пулемет имел одну уникальную особенность. К нему крепился штык. Он имел рукоятку, за которую американским морпехам было легко нести его, когда они захватывали этот 10-киломовый пулемет в качестве трофея. Недостаточно развитая производственная база заставила японцев выпускать лишь то, на что они были способны.